Букеты праздничных цветов и немало приятных слов. Глава химок Дмитрий Волошин поздравил директоров школ с Международным женским днём. Я хотел бы пожелать вам всем, в первую очередь, конечно, любви. Чтобы любовь у вас у всех была, от вас она ни на шаг не отступала. Конечно же, чтобы все ваши мечты сбывались, желания осуществлялись. Ставайтесь такими умницами, красавицами. С нашей гордостью мы вас любим, гордимся нашим женским коллективом города. По окончании торжественной части с педагогами обсудили вопросы престижа химкинских школ. По инициативе губернатора в муниципалитетах Московской области начали развивать флагманские школы. Планку качества поднять и сделать её лучше. По словам директоров, образовательные учреждения должны способствовать Олимпиадному движению соответствовать международным стандартам качества образования, а также развивать у детей дополнительные навыки. Так, например, в гимназии номер 4 для этого ввели профильные классы. У нас, например, и предпринимательский класс, который открыт на базе 10-го, и изучение предмета технологии, которые дают возможность обладать детям 3D-технологиями, робототехники. И вот очень радостно буквально вот на этой неделе состоялся вебинар всех флагманских школ, где собрали опыт лучших программ по преподаванию технологии. И наша программа, которая написана нашим педагогам, эта программа признана лучшей. А вот в школе номер 25 акцент ставят на всестороннем развитии личности школьника. Управленческие навыки, правовые навыки, социальные навыки – это то, что мы ставим в главу концепции нашей школы. Школа с сентября 2022 года – это такая новая бизнес-школа с такой новой концепцией образования. По словам Дмитрия Волошина, к своим проектам школы должны подходить индивидуально и обсуждать все нововведения с родителями учеников. И мы, и родители – все хотят улучшить качество. Это может быть только командная работа, неспешная причем, спокойная, но вот работа на результат. Учитель английского языка и депутат Совета депутатов Ирина Беляева отметила, что проекты в химкинских школах уже успешно реализуются. В своем обращении губернатор Андрей Юрьевич Воробьев пожелал каждому городу выделить такие передовые школы, которые могут эффективно делиться опытом со всеми остальными. У нас в химках это, как мы видим, успешно реализуется, дает свои плоды. Мы очень рады, что мы ведем с администрацией города такой открытый диалог, высказываем свои идеи и чувствуем поддержку. Все нововведения в образовательных учреждениях направлены на повышение качества образования. Изначально будут касаться только флагманских школ с высокими показателями, которые затем уже будут делиться своими практиками с другими химкинскими школами.